25 декабря в Тосмостовая Слобода пропала елка. Неизвестный похитил ее ночью, его фигуру засняли видеокамерой, но снят оказался только момент похищения. Куда вредитель унес дерево, осталось неизвестным. Да и опознать его по ночной съемке было сложно. Конечно, вторая елка, установленная в местном клубе, осталась, но новогоднее настроение было подпорчено. Далее ситуация развивалась по-новогоднему чудесно, словно бы это сценарий детского утренника. Елку украли, праздник, Новый год. Что можно сказать? Пускай елка ушла, чем что-то другое. По идее, елку украли, но у нас есть еще одна. Тосмостовая Слобода, люди запасливые. Так что у нас все основное, что было, дело было в клубе. Но праздник продолжается, в виде наблюдения работает. В ближайшее время, думаю, этого негодяя найдем. Но хотя, кто знает, может, на Новый год пускай ему будет счастье тоже в доме, пускай у него будет елка. Дети, пришедшие на Тосовскую елку, были довольны. Ее нарядили в том числе и игрушками, изготовленными ими самими. Родители, несмотря на понимание, что праздник идет не по задуманному сценарию, видя счастье детей, улыбались. Вадим, скажи, а ты на елку делал какие-то игрушки? Да. Да? Да. Покажешь нам? Да. О, вот это делал? Да. Здорово, у тебя красиво получилось. Мама помогала тебе? Да. Мы здесь в клубе первый раз. До этого не было. И это очень замечательно, что сейчас Тос так вот организовали. Это очень по-семейному такой Новый год. Мы здесь все друг друга знаем. Елку собирали, можно сказать, собственными силами. Наши мужчины помогали. Дети делали игрушки. Дети делали игрушки. То есть все очень замечательно. Елка организована Тосом. Мы собрали средства на покупку подарков для детей. Организовали аниматоров для того, чтобы порадовать наших детей. Само действие заключалось в том, что госпожа Беладонна украла посох Деда Мороза, без которого главный новогодний персонаж не мог попасть на елку к детям. Однако танцы и песни помогли детям вернуть посох хозяину. И на праздник пришел самый любимый дедушка. Почти сразу после праздника стало известно, что мостовчане по записям камер видеонаблюдения, установленных по программе «Безопасный город», опознали похитителя общей елки. Сейчас ее уже вернули на место, поэтому мероприятия, которые запланированы жителями 31 декабря, состоятся. Вместе любая беда не беда считают в мостовой, и жизнь подтверждает это утверждение. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.